я подумал о том чтобы вот эту летающую цистерну возможно ли ее сохранить до вот этого сложного участка но по-моему нельзя сейчас она будет лететь и я до самого конца сохранить нельзя потому что выйдет этот материнский робот дать попробуем ой дождите а может быть можно а вот она как ну это это играет против меня видите катится колесо и она не дает мне и такой способ только что изобрел аккуратно стрелять и сохранить летающую цистерну но игра это предусмотрела и сказала мучайся я попал по парашюту по парашюту все у меня идеи закончились вот эта идея с цистернами у меня была идея сосредоточиться на мелких вместо того чтобы попробовать убить две два дрона со щитами обе идей провалились поздравляю вас я в первую очередь командир поздравляю вас с провалом всех идей о опять пуля полетела не туда так хорошо когда весь прицел пули летят не туда а и 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 подождите я тут я что-то понял сейчас я скажу что я понял с уже меня пристрелят да а как только я уничтожаю одного дрона со щитом прилетают вот эти вот двое мелких и и никак иначе то есть если я затягиваю с уничтожением одного дрона то они не прилетают значит я могу уничтожить щиты и и и опять взорвалась сейчас попробуем и и да и и Ну, в общем, вы поняли, что я хочу сделать. Это надежда. Появилась небольшая надежда. Сейчас посмотрим, действительно ли это так. В общем, можно не торопиться. Уничтожить эту штуку материнскую. Теперь дальнего. Теперь немножко побьем ближнего. Они неуязвимы, в принципе. Я попал в одного мелкого. Он вместо того, чтобы взорваться, дематериализовался и появился в другой точке. Они неуязвимы. И да, я был прав. Мелкие появляются только после убийства одного дрона большого. Но я не могу это использовать, потому что я не могу уничтожить двух дронов одновременно. Это довольно сложно. Мне надо сначала щиты в определенных местах уничтожить. А потом попасть в дрона. Но... Получается так, что я уничтожаю одного. Попадая по уязвимой точке. Каничка. Для зарасли. Каждый выключился. Бойбой соли. Попадая по уязвимой клуб secке. Ну, хотя бы здесь, я знаю, что торопиться не надо. Подождите, а как я его щит уничтожил, когда он в оболочке? Ну, вот как их уничтожить одновременно? Это невозможно. Можно сохраниться? Можно сохраниться? Нет! Меня сверху палят! Укрытие закончилось. Укрытие взрывается на этом месте. У меня лучшая ситуация, чем только что, в принципе, теоретически, быть не может. Я не могу найти способа, как уничтожить мелких. Я могу способ найти только как промазать по своему курсору и попасть в цистерну, чтобы поставить меня в супер неловкое положение. Правильно, что я погиб. Я не понимаю. Я только что подождал после перезарядки, отжал правую кнопочку, нажал ее, и все равно первая пуля полетела неизвестно куда. Это что, издевательство какое? Прицеливайся, не прицеливайся, а все зависит от рандома? Я уже на автомате прохожу, вот это все. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я умер. Я не буду. Я не молод. Я не спрашиваю. Гмен Nikki моя мере. тетка, тетка, тетка и тетка. Он я знал. но еще одно понял что надо уничтожать передние верхние две пули именно 2 которые вот после колеса сразу идут иначе они в тебя попадают обе и убивают у господи то есть да ну игра кривая какая-то чья была вообще идея чтобы первая пуля после перезарядки улетала в космос причем не в космос а именно не туда куда нужно куда угодно но не туда куда нужно что богу можно не торопиться а это был переключиться на энергетические патроны не успел посмотрите вещи снял и и ни одна моя пуля не попала после того как я уже снял у него больше половина щита это какая-то шесть каждая первая пуля после перезарядки летит в молоко и это хорошо если она не попадает туда куда тебе не надо должен просто быть благодарен должен просто быть благодарен ух успел так понимаю не важно сколько попадут по укрытию укрытие сам уничтожиться когда надо будет ух успел и ух а ух ух Нееет! Есть еще одна идея. Попробовать уничтожить двух дронов. Отойти от укрытия назад, а потом ударить навесным патроном. Как я понимаю, когда патрон, когда ты используешь второй режим патрона, время не замедляется, когда ты можешь им управлять. Сейчас ты можешь подлететь сзади вот этого мелкого и удать, чтобы сильно помогло, если время замедлялось. Но так как время не замедляется... Отлично! Я подумал, что патрон полетит вниз, первая пуля, которая будет после перерезая отки, но она полетела в цель. Ха-ха! Как весело! В общем, поэтому можно использовать третий режим, когда пули летят по дуге, и попробовать таким образом уничтожить мелкого. Это, конечно, полный идиотизм использовать на мелкого вот эту атаку. Но я не могу просто физически подступиться к мелкому, когда вокруг него бьется его рой пуль. Просто не срабатывает. О, смог без ранения здесь пройти. Ну, давай уже, материнский корабль, падай! Ой! Здесь было больно. Только не попадай по мне! Нет, он сейчас же попадет! Как! Я только что идеально их убил одновременно! Очень круто получилось! А мелкие дроны заспавнились надо мной! И, конечно же, надо мной они смогли сквозь укрытие меня убить! Это просто... Это верхнее везение! То есть мне уже не везти даже начинает настолько все... Да, сейчас, конечно же, цистерна упала! Ну, почему-то, когда цистерна падает, я всегда по-глупому умираю! Дестони! Вот сейчас полетит туда, куда надо! Должна туда, да! Что за... Почему только что? Сейчас я умер, потому что пытался как можно больше убить летающих, чтобы выпустить, попробовать навесную бомбу в охранника. Вообще не буду сейчас всталять! Может, обязательно попаду по тросу. Так. Подписка! Субтитры добавил DimaTorzok! Субтитры добавил DimaTorzok! Субтитры добавил DimaTorzok! Туда! Всё, всё, всё! До свидания! Для этого появилась эта важная задача! Для этого поигрышного пяти в методы! момент истины который уже раз 50 а правда интересно сколько получится попыток если посчитать сколько я здесь умер отлично меня задело и 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 двойной просто шок двойной шок я смог и я не смог я просто был так поражен тем что я победил и тем что моя идея сработала а потом это оказалось что это это не последняя дальше еще бомбы сверху валятся я просто запутался вот этих режимах и из-за того что просто запутался в управлении все полетело теперь я знаю как это проходить это наверное единственный способ кстати использовать навесные патроны их так называем и и и и и и и и мы знаем что будет главное я знаю что это еще не конец и надо будет быстренько переключаться на обычное оружие то есть обязательно сначала уничтожить дронов они мне жить я не дадут без уничтожения дронов я не смогу уничтожить маленьких сейчас про не попадут ладно не попали когда я уничтожаю маленьких нужно быстро рывком вот этим контролом идти в другой край экрана выучил нет вы вы понимаете что обычная сложность надо ювелирно все просчитать чтобы победить знать буквально вот куда твой выстрел полетит все особенности управления быстро все делать главное иметь ну просто план просчитанный до таких мелочей а а а Что бы вы ни делали Я все равно выиграю Что бы выиграю Вот пойми, когда она заряжена, а когда нет. Все? Да, да, да я это сделал. Больше часа, десятки попыток. Я так рад. Укрытие, спасибо, ты послужила мне. Эми, я справился. Ты видела десятки моих смертей, десятки голов, которые прыгали вокруг тебя. А ведь это действительно так, потому что Шайн, он же возрождает главного героя. То есть факт смерти главного героя, он присутствует. И Эми это все видит. Как и видели солдаты, которые доложили этот факт отцу Шайна. Ой, Райза. Да, мальчика маленького. То есть я действительно все вот эти смерти проживал. Ой, я это сделал. Ой, как это было сложно. И сразу же босс. Отец? Серьезно? А это финальный босс или как? Ох. Я надеюсь, босс будет полегче, чем вот это только что. Надо выпить немного чая. Ну что, давай. Приехали, сынок. Ох. Быстро. Да, это было быстро. Не будет же этой кат-сценки еще один раз. Вроде нет. Так, что теперь делать? А-а-а. Вот сюда. Я понял. Я понял, я понял дойти еще один шанс. А теперь куда стрелять? Э-э, робот не убивается. А-а-а. Теперь у меня папа открытый. А-а-а. А сейчас будут эти кулаки. Так, бомбы, которые катаются по полу, надо убивать сразу. Это 100%. Кстати, тут еще вот эта пушка. А, вот. Я только сказал, что она, наверное, заработает в какой-то момент. Так она заработала. Но она не такая страшная, какой я ее себе представлял. Я думал, будет что-то вроде того заражающегося орудия, которое выстрелит. Но надо будет очень четко представлять себе тайминг. Ой. Я думал, получится. Зачем вот эта штука крутится? Я думал. Все. Я надеюсь. Я? О нет Мой самый страшный Кошмар В общем у меня единственный выход Убить робота раньше чем Уничтожить меня маленький дрон Потому что маленького дрона я не уничтожу Пока я буду доставать вот эту пушку навесную Пока буду прицеливаться Может быть еще промажу Не дай бог Меня расстреляют Я не знаю вот эти маленькие дроны Это опаснейшие противники У них вообще конкурентов нет У босса по сравнению с маленькими дронами Это босс Вот когда вылетает на экран маленький дрон Я реально боюсь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да что ж такое Надо постоянно отжимать правую кнопочку Потому что он какой-то неповоротливый герой Он может сделать или то или это Одновременно два действия Или хотя бы плавно Одно действие переводить в другое Он не может Или не может приоритета расставлять То есть то что я например Пытаюсь Двигаться или там Ой блин Или дешиться Это важнее чем Просто держать прицел Даже не стреляя У меня рука уже болит от этого То есть тут же не работает То что ты зажал Левую кнопочку Тут надо долбить по левой кнопочке Так себе мышку сломаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот тебе папа Надо уничтожить робота Как можно быстрее Руки стали опаснее Я второй раз так Не сделаю У меня уже реально устала рука Сейчас Надо немного Чтобы рука отдохнула Когда я пытался только что Уворачиваться от кулаков И ворачиваться от маленького дрона Вездесущего Мне надо было Как можно быстрее Управиться с роботом И я бы управился с ним Намного быстрее Только я не мог быстро нажимать на клавишу Уже устала рука После вот этого вот Полтора часового Действа Когда я долбил По левой кнопочке мышки Так сейчас А рука не может отдохнуть Так просто Возможно придется просто Выключить игру И вернуться к ней через время Знаете Это первый раз в моей практике Хотя я в очень много игр игр играл Но правда Таких сложных Олдскульных И без турбокнопки Все же мало Это первый раз Когда я физически У меня физических возможностей не хватает Чтобы справиться С игрой Возможно так еще было в Осу Что у нас здесь Третья фаза Поехали Ух ты Уже прилетела маленькая Бестия Чуть-чуть мне не хватило Вот если бы Маленький дрон прилетел позже Я бы сейчас прошел Он просто сразу Буквально одна атака кулаком И прилетел дрон Ну это Это без шансов Я уже понял Что маленького дрона Я не убью Ой Интересно Не бесконечное время Дается Но вот это Наверняка да Я не убил Я убил Харь Я убил Они убили Чуть-чуть hazard worden Я буквально Третья фаза Логpin Я их Продолжение следует... 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 Так. Да. Тяжело. Насколько же жестоки разработчики в конце игры два очень сложных момента. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прямо под кулак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему кулак не долетел до меня? Только что было все идеально. Вот только что он использовал идеальные атаки. Вначале ракеты, от которых я вполне успешно увернулся, потому что вокруг не летал дрон, и от ракет было легко вернуться. Потом кулаки вместе с дроном. И от того и того выворачиваться легко, даже одновременно. Вот в конце я стоял дальше и шел в сторону кулака. А кулак не долетел до меня. На полдороге остановился, и я, естественно, в него вперился. Только что было все так хорошо. Вот если начинается третья фаза с ракет, я, возможно, ее выиграю. Если нет, то нет, как бы. Две первые фазы я вроде прохожу легко. Сказал я, и сейчас погибну на второй фазе, правильно? Субтитры сделал DimaTorzok. Да, все-таки две фазы, первые они легкие. А третья, у меня просто сил на третью не остается. Субтитры сделал DimaTorzok. Так. Так. Так, надо собраться, собраться, собраться. Я почти выиграл. Так. Теперь попадем в папу. Я смог. Я смог. Я это сделал. Я это сделал, надо успокоиться. Я победил. Я победил. Я сейчас заплачу. Я победил. Я добрался. Папа. Какого? Райс. Я только знал, что это ты. Не думал, что меня победит мой собственный десятилетний сын. Шайн. Мощная штуковина. Как ты попал на этот корабль, папа? Что происходит? Я верховный главнокомандующий вооруженных сил космических солдафонов. Это кто? Как такое вообще возможно? Почему, папа? Почему? Солдафоны знали, что только я могу завоевать вселенную. У меня не могло быть другой судьбы, сын. Некстген забирает все, что считает своим. Эти аллюзии на современность. Игра Земля. А, то есть они, они как бы сделали, что он отец. Ну, то есть он какая-то там игровая серия. То есть герой старый ретро-игр, который как бы перешел в Некстген. И теперь с ним тоже создаются игры, но уже вот такого вот формата современного. Ты что, с ума сошел, Коул? Ты один из наших лучших солдат. Вместе мы с тобой воевали в войне против плохих игр восьмилетной. Папа, мы думали, что ты где-то сражаешься на нашей стороне. На стороне игры Земли, как всегда. Я тут умираю, возрождаюсь и снова умираю. Пытаюсь спасти то, что осталось от этой планеты. А теперь выясняется, что во всем виноват ты. Думаешь, мне нужны Шайн, способность возрождаться и вся эта ответственность. Я бы с радостью отдал все тебе и забыл про это. Уничтожай все, что тебе заблагорассудится. Мне надоело взорваться на кусочки. Я лишь недавно узнал, что ты хранитель Шайна, Райс. Но Некстген всегда будет для меня на первом месте. Я сделал то, что должен был. А еще я кое-что узнал про вас двоих. Не нужно убивать то, что можно остановить. Я не могу двигаться. Этот обездвиживающийся луч будет удерживать вас на месте, пока один из десантных кораблей не заберет вас двоих на главную базу. Заставив вас на базу, мы заправим вас в камеру и больше никогда не выпустим на свободу. И почему я сразу до этого не додумался? Папа, прошу. Всегда будет хорошо. Все будет хорошо, сынок. Теперь вы с Шайном у нас в плену и ничто не помешает космическим солдатам выиграть войну. Базу, телепортируйте меня наверх. Подготовьте к моему приходу врачей. Я думал, мы победили. Шайн. Освободи меня. Офигеть. Просто взорвалась голова. Ага. Ага. Сюжетная смерть. Никогда раньше мне не приходилось стрелять в собственного хранителя. Но все равно. Я давно собирался это сделать. А сколько осталось-то до конца? Загрузить сцену. А, еще одна сцена осталась до конца. Этот босс был такой изнуряющий. Я думал, это последний. О, все. Что за пиксельная мешанина? Что за... Что это? Какой-то замок. А, наверное, я дошел. Да, я же должен был дойти до чего-то, что может открыть только Шайн и что поможет спасти всех. Не могу поверить. Мы добрались до храма Одиссея. Точно, храма Одиссея. О, Эми. Или как ее там зовут? Пускай будет Эми. И ты здесь. Как нам попасть внутрь? О, это такая загадка. Если заметить нишу в виде Шайна на стене. Так странно, что это место сохранилось в не тронутом виде. Ведь все окружающие дома полностью разрушены. Пирит. Если я отключу всех врагов, мой отец тоже исчезнет. Я не могу этого сделать. Пацан. Должен выключить компьютер. Выключить своего папу и осталь. Что? Шайн разрушен. Кто? Райз. Ух ты. Отойди от компьютера. Сейчас же. Ты мой сын. Я люблю тебя. Но я убью тебя без колебаний, если придется. Теперь ты не сможешь воскреснуть, Райз. Ты навсегда свободен от Шайна. Больше никакой боли. Никакой ответственности. Просто отойди от компьютера, и мы сможем все вместе пойти к маме. Немедленно. Райз. Нет. Райз. Очистить. Игра превратилась в немного тормозной, но... А, это же этот... Редактор Юнити. А, пьюрити. Пьюрити. Это... Это... Аллюзия на Юнити. А я пользовался им когда-то. Как там им пользоваться? Частицы, коллекционные вещи, фоны. Ну, вообще им пользоваться не так. А, враги, точно. Мы очистили все от врагов. Вот это надо было сделать, да. Не делать. Корабли... Исчезли. А, ты крут. Интересно, зачем нужна была эта девочка? Или она сейчас окажется главным боссом? Какая милая картинка. Кажется, мы победили. Папа, он мог застрелить меня в упор, но он не сделал этого. Я не хотел, чтобы так все кончилось. Я... Сердечко материализовалось. Это же... Дополнительная жизнь. Какая милая девочка. Ставим ее в папу. Прошел. Я это сделал. Ну что? Игра неплоха. Но только за счет последних двух боев. Это... Это нечто. А, музычка на фоне прикольная. Если бы в предпоследнем бою не было вот этой путаницы с управлением, если бы нормально работал выход из укрытия, нормально было видно, какие пули в тебя в укрытие попадут, и не было вот этого отклоняющегося первого выстрела после перезарядки, который постоянно мне срывал вот эту цистерну, которую нужно было сорвать в определенный момент, то предпоследний бой был бы просто замечательным, сложным. Нужно было идеально просчитывать тактику, в конце нужно было подбирать... Вот меня затормозило то, что в конце с вот этими двумя маленькими дронами нужно было догадаться до того, что их надо было убивать определенным оружием, вот этим навесным выстрелом. А, так это игра сделанная на юнити, понятно. откуда эти аллюзии и пародии. Вот, и этот момент был в конце, поэтому хотелось очень много раз переигрывать. А так последние два боя, сложные, классные, и делают эту игру запоминающейся. Rise and Shine. Спасибо и вам за игру.